Я думаю, сейчас время начинать. Здравствуйте все. Добро пожаловать на наш вебинар. Он посвящен утренистской дозе именно паузально-гормональной терапии, когда, как и кому. Меня зовут Анжелика Ленден-Хиршберг. Я гинеколог, я профессор, и я работаю в Каролинске. Я нахожусь в Швеции. Я также являюсь президентом ЕМАС, Европейского общества именопаузы и андропаузы. Спасибо большое, что вы сегодня к нам присоединились. И перед тем, как мы начнем, я бы хотела поблагодарить ЭВАД за поддержку и за то, что сделали возможным эти вебинары. Программа полностью является ответственностью ЕМАС. И давайте теперь мы обсудим с вами технические вопросы. Итак, вы вошли в этот вебинар в режиме «Только слушать». И это означает, что ваш микрофон должен быть выключен, чтобы мы не слышали шумы от вас. И мы также просим вас задавать ваши вопросы в текстовом виде. У вас есть виджет «Вопросы и ответы». Он расположен на панели Zoom. То есть вы можете в любой момент ввести вопросы, и мы их прочитаем в конце презентации. Кроме того, у нас это мероприятие переводится синхронно. Вы можете выбрать любой из следующих языков – мандарин, португальский, русский, испанский или украинский. И вы можете выбрать язык, нажав на виджет «Перевод», который расположен у вас на панели Zoom. И, наконец, я бы хотела вам напомнить, что мы записываем сегодняшний вебинар, и он будет доступен на сайте ЕМАС. Итак, наш первый спикер – это доктор Александра Громова, и она профессор на кафедре гинекологии и акушерства и неонатологии Национального медицинского института в Медицинском университете в Киеве на Украине. И она также член Украинской ассоциации акушеров и гинекологов и член Международного сообщества гинекологов и эндокринологии. И название презентации будет «Менопаузальная гормональная терапия» и «Гормонозаместительная терапия в особых случаях». Пожалуйста, доктор Громова. Здравствуйте всем. И в первую очередь я бы хотела сказать спасибо ЕМАС за то, что сюда меня пригласили. И я бы также хотела сказать защитным службам Украины за то, что они спасают мою жизнь и позволяют мне быть здесь. И сейчас давайте мы попробуем найти мою презентацию. Небольшая техническая заминка. И также я бы хотела всем напомнить, что вы можете использовать виджет «Вопросы-ответы» и там писать ваши вопросы, комментарии. Для вопросов именно используйте виджет «Вопросы-ответы». Итак, моя презентация посвящена «Менопаузальной гормональной терапии», «Гормонозаместительной терапии» и некоторым интересным случаям. Здесь информация обо мне, и эту лекцию поддерживает ЭБО, но также я отвечаю за всю информацию, которая в этой презентации. Итак, когда мы говорим про наших пациентов, здоровых пациентов без сопутствующих заболеваний, без каких-то медицинских осложнений. Но на самом деле у нас такое бывает очень редко, если мы говорим про средний возраст, потому что у нас чаще всего есть дефицит эстрогена в период «Менопаузы». И у нас, как правило, у пациентов есть какие-то медицинские проблемы, заболевания, и в этом случае мы должны иметь больше знаний и мы должны больше знать и тогда принимать правильные решения. То есть это более такой продвинутый уровень игры для нас в этой ситуации. Итак, каким образом мы можем с вами компенсировать и строить дефицит эстрогенов, если у нас эндометриоз, если у нас миома матки, повышенное давление, дислепидемия, метаболический синдром, ожирение. Часто бывает на самом деле у женщин в среднем возрасте или возраст более 60 лет, потому что у нас есть такие пациенты, которые действительно нужна «Менопаузальная гормональная терапия» в этом возрасте. Итак, давайте посмотрим, какие у нас есть преимущества и риски в данной ситуации и основу назначения МГТ и ЕГТ у женщин с особыми заболеваниями. В данном случае, если мы говорим про баланс риска и преимущества, то нам нужно найти этот баланс. Итак, давайте мы сейчас начнем с миомы матки. И это очень распространенная ситуация у женщин примерно в возрасте 45 или 50 лет. Итак, миомы проявляются в форме рецепторов, и рост объясняется развитием прогестерона, и потом получается, что у нас появляются эстрогены, и они уже потом стимулируют развитие миомы. И когда мы говорим про этот возраст, то мы должны понимать, что примерно каждая пятая женщина в менопаузе имеет миомы, наиболее активные симптомы миомы в переменопаузальный период. Но, как правило, миомы матки бессимптомны в большинстве случаев в этом возрасте, и у более половины женщин нет симптомов. И миомы матки представляют собой низкий фактор риска развития рака груди. Влияние МГТ на миомы матки исследовались, и вот что получилось узнать. Давайте обратим внимание на эстроген и прогестоген. Итак, когда мы говорим про эстроген и прогестоген, то у нас здесь конфликтующие результаты. В основном, как правило, размер остается стабильным, но когда у нас появляется эстроген, то у нас может произойти увеличение размера примерно на 28%. Не меняется размер в 41% и уменьшается размер в 31%. И еще было выявлено в некоторых исследованиях значительное уменьшение размера. И теперь, если мы посмотрим на женщин с миомами матки, то мы должны здесь принять во внимание определенные практические моменты. Итак, миомы менее 3 см редко растут, но если более крупные миомы, то есть более 25% в первые 3 года терапии, то здесь мы можем говорить про 8% женщин. И если мы с вами говорим про путь принятия эстрогенов, то мы должны помнить, что трансдермальные эстрогены вызывают повышенный рост миомы более часто, чем оральные эстрогены. Если мы говорим про более низкие дозы прогестина, то они менее провоцируют рост миом, и так более высокий риск роста происходит к второму году приема, это бывает достаточно редко. И в результате мы должны обязательно отслеживать здоровье наших пациентов, в основном вот в первые 2 года. Здесь практические аспекты, которые мы должны учитывать, когда мы назначаем менопузально-гормональную терапию, и так мы должны ее назначать женщинам, у которых бессимптомные миомы, и у них нет показаний к операции. Далее необходимо провести сонографический мониторинг миомы, особенно в первые 2 года, потому что в этот период мы можем ожидать именно рост миомы, и в основном это безопасно назначать МГТ женщинам после менопаузы, у которых старые миомы стабильного размера. Если миомы повышаются на более чем 25%, мы должны тогда остановить менопаузальную гормональную терапию, мы должны тогда назначить препараты с низкой дозой эстрадиола и низкой дозой прогестина. И можем назначить 0,5, например, эстрадиола и 2,5 миллиграмма дегестерона. Если мы говорим про опухоли стамп, то есть это очень специфические случаи пограничной опухоли, то есть это группы опухоли, у которых есть непонятный злокачественный потенциал. Здесь до сих пор ведутся споры о лечении и наблюдении, и если мы говорим про МГТ таких женщин, то их еще недостаточно исследовали, и лучше не назначать. И давайте поговорим про более сложную ситуацию, про женщин, у которых был эндометриоз. Итак, когда у нас есть пациентка с эндометриозом, то тогда, конечно, мы ждем менопаузу у этих женщин, потому что здесь могут ослабиться симптомы эндометриоза, и это на самом деле заболевание молодых женщин. Но, тем не менее, эндометриоз представляет собой фактор риска синдрома истощения яичников и ранней менопаузы, особенно у женщин, у которых он двусторонний и у которых была операция. И если мы говорим про возраст 35-40 лет, и если у женщин были операции, то тогда это может привести к синдрому истощения яичников. Кроме того, это фактор риска для развития остеопения и остеопороза, артрита, артроза и сердечно-сосудистых заболеваний. Тот же фактор риска у нас возникает в менопаузе, и здесь мы просто суммируем эти факторы. В основном у женщин с эндометриозом плохой сценарий менопаузы, потому что все эти ситуации мы можем контролировать с помощью МГТ, но можем ли мы вообще назначать МГТ пациенткам с эндометриозом или нет? У нас есть «за», есть «против» аргумента. Итак, с помощью МГТ можно снизить вазомоторные симптомы остеопороза, артроза, сердечно-сосудистые риски, депрессия. Но тут есть, конечно, недостатки, возрастает риск рецидивов и злокачественных опухолей, то есть это, конечно, негативный сценарий при использовании менопаузально-гормональной терапии. И если мы посмотрим с вами на исследования, отрывки из исследований по МГТ и эндометриозу, то мы можем увидеть, что МГТ повышает риск рецидивов, риск злокачественных опухолей, и отсроченный МГТ не снижает риск рецидивов. То есть, если мы глубже здесь копнем, то мы выясним, что, посмотрим детали, то мы увидим, что радикальная хирургия имеет очень низкий риск рецидива. То есть, если была полная гистроктомия, то очень низкий риск рецидивов. Если у пациентки есть прям выраженный эндометриоз, это, конечно, повышенный риск, потому что там уже есть накопление эндометриоза. Повышенный риск рецидивов и злокачественных новообразований у таких пациентов, тогда эстрадиол-монотерапия. Повышенный риск рецидивов и злокачественных новообразований может быть от фитоэстрогеновая терапия, дестерона и тиболона. То есть, это небезопасное решение для таких пациенток. Если у нас молодые женщины, и у них синдром истощения яичников в результате операции из эндометриоза, то тут у нас преимущества перевешивают риск, то есть нам здесь нужно избегать эстрадиола. Вот здесь вы можете посмотреть новый обзор влияния гормонально-заместительной терапии у постменопаузальных женщин с историей эндометриоза и в случае, если у нас есть рак яичников. Если мы используем гормонально-заместительную терапию, то есть не один эстраген, то тогда можно улучшить качество жизни. То есть, если мы используем эту терапию без эстрагена, то можно улучшить качество жизни у женщин с постменопаузальным эндометриозом после гистероктомии. И здесь вы можете посмотреть практические аспекты. То есть, каким образом сделать так, чтобы у зла не осталось шансов. Чтобы не реализовался этот ужасный сценарий, если мы говорим именно про рак яичников, про рецидивы. Очень тщательно надо выбирать пациенток. Должны быть очень четкие показания к назначению МГТ, отследовать симптомы и использовать комбинированную терапию, то есть эстрогенов и прогестогенов, даже в случае степлополной гистероктомии. То есть, эти женщины должны использовать только комбинированную терапию. Низкие дозы эстрогена, гистогена, то есть очень низкие дозы – это самый лучший выбор для этих женщин. И давайте мы сейчас обсудим повышенное давление и гормонозаместительную терапию. Менопауза связана с сердечно-сосудистым риском напрямую. И здесь у нас, кроме того, есть еще и непрямое влияние на этот риск. Повышается давление, повышается хроническое воспаление. Это непрямой эффект. Есть прямой эффект на сосуды, то есть активация ренин-ангиотензина, ангиотензина-2, эндотеина-1 и снижение носинтаза. То есть у нас, получается, есть эффекты прямые и непрямые на сердечно-сосудистые риски. И в возрасте менопаузы, как правило, у женщин достаточно низкие физические нагрузки, и в итоге может возникнуть ожирение. То есть может быть ожирение, атеросклероз. И это, конечно, все приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям и может привести к инфаркту. Артериальное давление и половые гормоны, как они связаны? Женщины с нормальным давлением живут примерно 5 лет дольше. Защитная роль эстрогенов доказана, но не до конца понятна. Менопауза является независимым риском повышенного давления. В случае повышенного давления у женщин после менопаузы достигает 75%. После 65 лет у нас примерно одинаково делятся по полам риски. То есть сравниваются риски, и здесь даже бывает, что у женщин чаще возникает повышенное давление. МГТ, ГТ и повышенное давление. Очень много противоречий. Когда мы говорим про аменопаузальную гормональную терапию, то повышается иногда давление, а иногда может вообще и понизиться, а может остаться стабильным. Если мы глубже копнем, мы можем увидеть разницу, которая зависит от пути принятия и типа прогестина, и его влияния на давление. То есть МГТ может дать небольшой, но статистически значимый эффект, когда мы говорим про повышение давления. Если мы используем оральный, но не трансдермальный путь приема эстрадиолов, то это связано с более частым повышением давления, и сочетание эстрадиола может также повышать давление. Давайте мы посмотрим обзоры 2014 года, 2022. Тут тот же результат. 17-бест-радиол более безопасен. И парантеральный путь принятия также имеет определенное преимущество. Если мы говорим про прогестины, то дидрогестерон, дроспиренон, эмикронизированный прогестерон, имеет также преимущество влияния на давление, может также снижать отрицательный эффект от антагонистов кальция. Перед назначением МГТ необходимо оценить сердечно-сосудистый риск и назначать только… В том случае, если у нас низкий-малый риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, ни женщинам с высоким риском. И здесь мы смогли достичь согласия между Европейским обществом кардиологов и Европейским обществом повышенного давления и назначением паузальной гормональной терапии. И вот здесь можно посмотреть текущие доказательства. Мы видим, что они показывают, что МГТ не связан с повышением давления, то есть нет противопоказаний у женщин с повышенным давлением. То есть им можно назначать МГТ, но надо учитывать, что давление должно быть под контролем. То есть женщина принимает препараты от давления, то есть вначале женщина идет к терапевту или к кардиологу, и только уже она идет к гинекологу, и ей назначают МГТ. То есть в этой ситуации тогда это безопасно. В 2022 году мы получили прекрасный документ. Это критерия включения для менопузальной гормональной терапии и такой способ принятия решений мы используем для оральной контрацепции. То есть когда мы делим женщин на группы низкого, высокого риска назначения оральной контрацепции, то здесь у нас те же самые критерии по МГТ. Когда мы смотрим с вами на давление, то вот посмотрите, зеленая зона, это значит безопасно. То есть мы контролируем пациента, контролируем ей давление. И когда мы, например, берем женщин, которые курят, то у нас здесь несколько иная ситуация, и мы должны обязательно обращать внимание на тех женщин, которые активные курильщики. То есть они в более опасной ситуации, чем женщины с повышенным давлением. Очень часто мы на них не обращаем внимания. Практические аспекты по давлению МГТ. Итак, во-первых, МГТ назначается, чтобы ослабить меноползальные симптомы. То есть это не для профилактики. МГТ имеет потенциальный профилактический эффект, если мы говорим про развитие депрессии, артериального давления. Но мы не используем только для этих назначений. Дозы и режимы МГТ, а также возраст женщины, являются важными факторами безопасности назначения терапии. Сережечно-сосудистый фактор риска необходимо также оценить перед тем, как назначается МГТ. Если вы не уверены насчет индивидуальности сердечно-сосудистых факторов риска, тогда стоит использовать индекс в соответствии с МССТ. МГТ не рекомендуется женщинам в высокой группе риска или тем, у кого до этого был эпизод, связанный с сердечно-сосудистыми заболеваниями. И в целом назначать МГТ не рекомендуется женщинам без симптомов. Но в целом, если у женщины есть очень сильные приливы, вазомоторные симптомы, то у них более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, это, конечно, все связано. И если мы назначаем МГТ женщинам с вазомоторными симптомами, то мы тогда в данном случае проводим профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. Давайте посмотрим теперь дислепидемию и посмотрим на влияние менопаузальной гормональной терапии на профиль липидов у постменоузальных женщин. Его очень хорошо исследовали. Есть много документов, есть метаанализы. МГТ может значимо снизить концентрацию общего холестерола, ЛДЛ-холестерола и липопротеина А. Оральное МГТ значимо увеличивает концентрацию триглицерида по сравнению с трансдермальным МГТ. Но МГТ внутрь ассоциируется с положительным эффектом на концентрацию ЛДЛ-С. Для женщин без риска сердечно-сосудистых заболеваний или с гипертриглицерией и ДМИ, оральное МГТ может обеспечить значимое преимущество. И низкие дозы МГТ могут помочь добиться тех же эффектов, что и стандартная доза МГТ, но пока этот фактор не исследован до конца. Преимущество низких доз МГТ и их влияние на липидный профиль пока ограничено только на уровне триглицеридов. То есть, если у женщин гипертриглицедемия, то, возможно, им действительно можно назначить низкую дозу МГТ. И здесь вы можете посмотреть позицию ЕМАС по МГТ и дислепидемии. И системная терапия Е2 имеет дозозависимый эффект в снижении триглицеридов и ЛДЛ-холестерол. Оральный эстрадиол имеет более выраженные преимущества на низкий уровень холестерола. Трансдермальный эстрадиол предпочтителен по сравнению с высокой дозой триглицерида. Дидрогестерон или микронизированный прогестерон в МГТ – лучшие прогестогены, потому что они не снижают положительный эффект. Должны быть первым выбором. Итак, условия, которые напрямую связаны с дислепидемией и с сосудистым риском – это ожирение и диабет. И когда мы смотрим на исследования, в которых исследуется дефицит эстрогенов и риски развития диабета, то у нас здесь есть те же направления 2000-х годов. То есть менопауза, дефицит эстрогенов – все это повышает риск диабета второго типа, особенно у женщин, у которых была авария эктомия. Этот риск повышается на 17%. И влияние МГТ при риске развития диабета типа 2 от WGI исследований – у нас примерно такие же показания. То есть у нас снижается риск развития диабета. Женщины, у которых есть вазомоторные симптомы, у них высокий риск развития диабета типа 2. Он повышается как минимум на 18%, и он связан с выраженностью и длительностью вазомоторных симптомов. То есть у нас здесь также есть риск сердечно-сосудистый. Если мы назначаем МГТ женщинам с вазомоторными симптомами, то мы можем дать им такие преимущества, как снижение риска развития диабета типа 2. МГТ также имеет определенные преимущества, снижает сопротивление инсулина и постпродиальную гипергликемию, а также снижает риск развития диабета 2 типа. Но несмотря на это, на положительный эффект, тем не менее, частота назначения МГТ у женщин с диабетом типа 2 на 50% ниже, чем у населения в целом. То есть здесь у нас такая ситуация. Здесь вы видите исследование Лансет. И рекомендация использовать вот этот менопаузальный переход как золотой возраст для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Менопаузальная гормональная терапия, назначенная до достижения 60 лет или в течение 10 лет после наступления менопаузы, у женщин с вазомоторными симптомами и риском развития остеопороза в настоящий момент является единственным вмешательством, которое снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета у здоровых женщин среднего возраста. Какая позиция ЕМС? То есть МГТ имеет положительный эффект на гликемический профиль у женщин с диабетом. И если вовремя назначается МГТ, то это может замедлить развитие диабета, предпочитаемый способ принятия оральной, за исключением полных противопоказаний. Если же есть противопоказания к МГТ или высокий риск развития тромбоза, то тогда можно использовать трансдермальные формы МГТ. И также исследуемый прогестоген в оральном МГТ, дидрогестерон, микронизированный прогестин, являются наилучшими формами, и они не снижают положительный эффект эстрогена. И вот распространенный вопрос от женщин, связанный с гормонами. Если я принимаю гормоны, может ли это повлиять на мой вес? И поэтому исследовалось ожирение в менопаузе. Изменение образа жизни, конечно же, это основа для ожирения. И набор веса связан с снижением уровня эстрадиола в менопаузе. Женщины, которые получают МГТ, имеют более низкий риск развития ожирения, сохраняют лучшую фигуру. То есть если у женщины тот же самый вес, то женщины, которые используют МГТ, просто более подтянутые имеют фигуру и ниже ожирение в области живота. Что касается именно мышечной массы, потому что мы знаем, что некоторые женщины в менопаузе с нормальным весом могут иметь ожирение, потому что у них низкая масса и высокая масса жира, низкая масса мышц. Итак, вот исследование из Кореи. исследовались 4 тысячи постменопаузальных женщин и соотношение мышечного веса и общего веса, а также исследовалась история артериального давления. МГТ, сакропиния, была связана с историей повышенного давления, длительности повышенного давления и низкой физической активности. Продленное принятие МГТ было защитным фактором от сакропинии у женщин в возрасте ниже 65 лет, то есть лучше использовать ультра-низкие дозы. У женщин в таком возрасте. Если мы здесь посмотрим на критерии включения, то мы можем увидеть. У нас зеленая зона для диабета. Повышенное здесь давление. Желтая, давайте посмотрим. Это желтая зона для женщин с ожирением, повышенной массы тела. Более 30-ти. То есть нам нужно обращать внимание на таких женщин. Оптимальный МГТ для метаполического синдрома и дислепидемии, оральный эстрадиол и дидрогестерон или микронизированный. Возраст выше 60 лет и МГТ. Сколько времени длятся вазомоторные симптомы? В среднем примерно 7 лет, но у 8% женщин могут быть сильные вазомоторные симптомы, более 20 лет. У 16% женщин в возрасте 85 лет вазомоторные симптомы. У нас бывают ситуации, когда нам нужно дольше применять МГТ из-за очень серьезных вазомоторных симптомов в уже более большом возрасте. И мы тут также должны анализировать, когда мы назначаем МГТ или продлеваем МГТ. МГТ продление более безопасно в этом возрасте можно использовать. То есть, если мы только начинаем МГТ, то есть возраст старше 60, здесь может быть опасность из-за риска развития тромбозов. И если мы говорим про вазомоторные симптомы, если они не остановились после менопаузы, то мы можем тогда назначить антидепрессанты или габапенцин для женщин, которые раньше МГТ не использовали. первое наступление вазомоторных симптомов, то здесь надо исключить тиротоксикоз, туберкулез, лимфому и другие заболевания. Потому что в основном у женщин не должно быть уже вазомоторных симптомов через 10 лет после менопаузы. Продление МГТ здесь у нас противоречивые данные. Прекращение приема МГТ в возрасте 65+, не поддерживается Американской Ассоциации Гинекологов и Акушеров и постменопаузальной Ассоциации. И продление МГТ уже еще на старше 65 лет не поддерживается американским обществом гинекологов и Акушеров. Если мы говорим про позицию Северной Америки, у женщин в таком возрасте, то МГТ можно назначать женщинам, у которых низкий риск развития тромбоза и рака груди, высокий риск остеопороза, сохраняется вазомоторные синдромы, или женщина не переносит другие варианты лечения. Можно попробовать другие варианты лечения, если в ней работает, вот тогда уже можно назначить МГТ. Если мы рассматриваем вариант назначения МГТ, надо назначать ультранизкие дозы страдиола, рассмотреть наш дермальная форма, также гидрогестерон, микронизированный прогестерон, прогестин предпочитаемый. МГТ не используется для предотвращения течных сосудистых заболеваний, деменции, только как единственное показание. То есть должны быть именно вазомоторные симптомы. Тогда мы можем назначить МГТ. Если вы посмотрите на критерии включения, то вы можете увидеть, что если у нас женщина старше 40, то она в зеленой зоне. Если она начала принимать МГТ до этого возраста, то если мы говорим именно про начало приема, тогда это уже желтая зона. Лучше не назначать. Использовать альтернативную опцию возле старшей 70 не рекомендуется. В конце я бы также хотела подчеркнуть некоторые моменты. Если это сложно, это не значит, что это невозможно. Перед отказом от МГТ надо оценить риск назначения отказа от МГТ. Данные по рискам МГТ в группах пациентов с сопутствующими заболеваниями регулярно проверяются и обновляются. То есть мы должны также помнить об этом. И помните, пожалуйста, что дьявол кроется в деталях, то есть вам надо более глубоко анализировать. Спасибо вам большое за внимание. Приезжайте в Киев после победы. Спасибо большое за вашу презентацию, доктор Громова. И у нас еще была заявлена еще одна спикер. Но, к огромному сожалению, она не смогла подсоединиться по определенным обстоятельствам. Но за то, что хорошо, у нас очень много времени есть для вопросов. И у нас тут уже есть некоторые вопросы. Пожалуйста, если еще вопросы будут задавайте. Давайте с первого тогда начнем. Я думаю, что вы тоже его видите, доктор Громова. У пациентов в анамнезе, если был инфаркт, инфаркт миокарда, и есть фактор риска, который хорошо контролируется, используются статины и другие препараты, нормальное давление. Можно ли назначить низкие дозы трансдермальной гормонозаместительной терапии, если другие альтернативы не работают? Что вы думаете по этому поводу? К сожалению, я думаю, что нет, не используем. То есть мы смотрим на критерии включения, и когда мы видим, что у нас есть сердечно-сосудистые, были какие-то эпизоды, а здесь у нас серьезная история, то есть здесь был инфаркт, то у нас пациент в красной или оранжевой зоне, не в синей, даже не в желтой. Исключение для женщин, у которых стенд, и они могут использовать ультра-низкие дозы. И другие альтернативы, можно назначить антидепрессанты, не только фитоэстрогены. Давайте на следующий как раз вопрос посмотрим, что вообще значит именно низкая доза, какое определение и ультра-низкая доза МГТ. И могли бы Вы, пожалуйста, нам об этом рассказать, если мы говорим про оральные и трансдермальные эстрогены, то есть что такое низкая и ультра-низкая. Оральная эстрогена низкая – 1 мг, ультра-низкая – 0,5 и менее. Если мы про трансдермальный эстрадиол говорим, самое низкое, которое может дать какой-то результат, например, у костной системы – 0,15, трансдермальная. Еще раз можно? 0,14. 0,14. Трансдермальная микрограмма. А, окей, 25-100 микрограмм. То есть 25-100 микрограмм. Вы говорите про гель. Гель, гель, гель. Потому что у нас еще патчи бывают. Да, это самая низкая доза. Хорошо. Еще один вопрос. Можно ли назначать гормональную терапию, если у пациентки была гестероктомия 3 года назад? Да, конечно. Конечно. Если есть показания для гормональной терапии, да, хорошо. И здесь мы можем, да, назначить эстрадиол за исключением случаев, если у женщины был эндометриоз или, да, это был эндометриальный рак, но это очень сложная ситуация. Я думаю, дальше вопрос относится к тому, что, возможно, нам надо назначать лечение ближе к менопаузе. А тут мы не знаем. В данном случае это просто гестероктомия или там была именно двусторонняя. Нет, ну да, конечно, мы должны понимать, когда была гестероктомия, до менопаузы, после менопаузы и сколько времени была менопауза. Хорошо, давайте посмотрим еще, что у нас тут есть. Мы говорили про определение ультранистких доз. Если риск назначения постоянного приема гормонально-заместительной терапии в временопаузальный период, если циклическая гормонозаместительная терапия недоступна, то это не риск, но просто некомфортно, потому что могут начаться кровянистые выделения. Да, да, это безопасно, но некомфортно. Еще один вопрос. А вот что вы можете сказать при использовании МГТ, если ревматология у пациента? Вот я теперь не понимаю эти аббревиатуры, вы извините, пожалуйста, ЛЕС и АР. Ревматоидный артрит, я думаю, имеется в виду. Если у пациента ревматоидный артрит, без изменения коагуляции, тогда можем трансдермальный путь использовать. И вот сейчас я вижу, пришла доктор Галина, но, к сожалению, она немножко припозднилась. Но, может быть, вы захотите просто что-то прокомментировать, может быть, вопросы. Может быть, давайте посмотрим, какие у нас тут еще есть вопросы. Если был инсульт, то низкие дозы трансдермальной гормональной терапии. Назначаются ли, чтобы не было тромбогенности? Что вы думаете, доктор Галина? Хотите прокомментировать этот вопрос? Добрый вечер. Я думаю, что если мы назначаем низкие дозы, МГТМ, то это хорошо для женщин с симптомами. И у меня хороший опыт с применением низких доз. И обычно мы назначаем их после 50 лет. То есть мы используем 1 мг эстрогенов, 5 мг дидрогестерона. И через 5 месяцев обычно я меняю иногда это на ультра-низкие дозы у этих женщин. И это хорошо, хорошая практика. То есть вы назначаете их пациентам, если до этого инсульт был? То есть это касается женщин, у которых до этого инсульт был? Да. То есть назначите такой пациентке? Нет. Если был инсульт, то у нас есть замечательные документы, критерии включения. Просто можно в них посмотреть и выбрать безопасную опцию как для доктора, так и для пациента. Потому что бывают осложнения, и тогда это могут быть неприятности не только у пациента, но и у врача. Что касается инсульта, я бы хотела прояснить эту ситуацию. Когда у нашего пациента тромботический инсульт, и у нее есть факторы риска, то мы не должны назначать. Если у нее ишемический инсульт, молодой возраст, и другие какие-то факторы риска, то есть у нее был особо на одном возрасте, и затем уже повлиял эстрагент, это уже не проблема. То есть любой фактор риска в данном случае, то мы можем трансдермально ультра низкие дозы назначить. Это редко бывает, что действительно это был инсульт. У меня, у меня в моей практике была женщина, у которой был инсульт, извините за мой английский. И у нее еще и был синдром истощения ишников в 35 лет. То есть это прям сложная ситуация. Да, и я и назначала трансдермально. Я думаю, что здесь очень важно, чтобы в каждом случае мы бы тогда анализировали риски и преимущества. И тут много факторов, которые в это включено. Возраст пациентов, наличие симптомов. И если мы говорим про молодых женщин, то здесь мы говорим только про лечение симптомов. Мы еще должны и защищать ее от медицинских осложнений, например, от сосудистого заболевания, остеопороза, деменции. Если это молодая пациентка, вот как раз, как вы упомянули, то есть это может быть довольно сложно сбалансировать все эти факторы. Но я думаю, это очень важно. Это нужно делать для всех. Да, нам нужно общаться с этим пациентом и убедиться, что действительно есть необходимая информация. У нас вот еще есть вопросы. Давайте посмотрим. Галина, спасибо, что вы присоединились. У нас, к сожалению, уже нет времени на вашу презентацию, но я скажу, что мы запишем вашу презентацию отдельно, и мы просто ее сюда добавим в эту запись, для того, чтобы люди не пропустили эту ценную информацию. Спасибо. Очень хорошо. Здесь еще один вопрос. Если женщина старше 60 лет, назначаются ли трансдермальные патчи 25 микрограммов? Да, почему нет? Хорошая опция. Но надо помнить, что дитрогестероны и микронизированные прогестероны – это наиболее, в данном случае, безопасные варианты. И здесь еще один вопрос. Я удивлена вашей рекомендацией женщинам старше 60 лет с учетом хорошего долгосрочного влияния МГТ на кости, артерии, вагинальное здоровье, когнитивные функции. Если мы говорим про низкие или ультранизкие дозы, то будут ли там же те же преимущества? Я всегда думала, что у нас здесь нет ограничений по возрасту для гормонозаместительной терапии, если мы начали в ранний период менопаузы и в соответствии с предпочтениями женщины. Вообще, это самый сложный вопрос здесь, потому что если мы здесь проанализируем глубже историю МГТ, то мы тогда вспомним, что есть различный опыт, так долго, как только возможно, так мало, как только возможно. А теперь мы должны найти оптимальный вариант. И здесь говорится, что оптимальный вариант примерно 10 лет, старше 60 лет. Да, мы должны здесь рассчитывать риски и преимущества, баланс, все эти вазомоторные симптомы, которые не контролируются альтернативными способами, то мы можем назначать менопаузальную гормональную терапию, ультронизкие дозы. То есть мы знаем, что даже если мы применяем 0,5 мг, то сохраняется плотность костей, не слишком повышает, а поддерживается плотность костей. То есть мы трансдермально, там, может быть, да, есть какие-то преимущества, но наш критерий включения, наш документ рекомендует нам остановиться в 70 лет. После этого у нас просто нет информации достаточно. И вот что нам говорят международные документы, у нас как бы нет возраста для остановки МГТ, но мы рекомендуем начинать как можно раньше, то есть как можно ближе к менопаузе, как только это возможно. Как вы уже сказали, если мы говорим про нормальную менопаузу, то нам нужно лечить симптомы, а не профилактику проводить. И если мы говорим, вот в большинстве случаев 5-10 лет, этого на самом деле будет достаточно. Да, и с практической точки зрения, я думаю, что мы должны тогда просто остановиться и посмотреть, есть ли у нашего пациента возомоторные симптомы или нет. Доктор Галина, хочешь добавить что-то? Да, я хочу сказать, что очень интересный вопрос. То есть у меня есть некоторые пациентки, такие вот, одна женщина 73 года, другой 74, и они не хотят останавливаться. И они сейчас используют ультранизмские дозы МГТ. Это мой опыт, и каждый год мы проверяем. И женщины очень рады. Да, я думаю, что у нас у многих есть такой опыт. И если вы обсуждаете это с пациентом, если вы информируете пациента о потенциальных рисках и преимуществах, и они говорят, что мы хотим продолжать, то я думаю, все хорошо. Но тогда, конечно, надо максимально низкую дозу держать. Нам необходимо все равно это обсуждать с пациентами, потому что вот, ну, трудно найти баланс между рисками и преимуществами. У меня на практике вот есть коллега, которая принимает МГТ в возрасте 78 лет. Она берет на себя эту ответственность. Давайте последний возьмем вопрос. Сейчас здесь посмотрю. Если у женщины снижается вес, снизит ли это симптомы? И какие именно? Что вы думаете? Видите вопрос? Я, наверное, что-то о него не понимаю. То есть, если падает вес, снизится ли аминопузальная симптома? Не понимаю. Набор веса, снижение веса. Снижение веса, снижение симптомов? Да, может быть. Да, у нас есть исследования о взаимосвязи веса и вазомоторных симптомов. Если у женщины уже такая более хрупкая ткань, ароматизация и меньше вазомоторных симптомов, но нет. Все-таки ожирение влияет на вазомоторные симптомы. Но вот исследования именно влияния, именно снижение веса, снижение вазомоторных симптомов, не знаю. Исследования показывали, что у женщин с ожирением больше симптомов, чем нормальные женщины. Но, я не знаю, исследования, которые бы показывали, наоборот, что снижение веса тогда будет влиять. Было бы интересно. Еще вопросы, может быть? Я думаю, что сейчас прям точно последний вопрос. Надо ли нам беспокоиться, если у женщин большие миомы, нет мажущих выделений, намерения, и она принимает эстроген, низкую дозу и черти? Если мы проводили мониторинг миом, то есть нет у нас кровотечения, нет проблем, но миомы, тогда надо беспокоиться? Нет симптомов, нет кровотечения, нет показаний к операции, женщины принимают мирену, то мы тогда назначаем ультра-низкие дозы эстрогеля или патча в этой ситуации. И отслеживать размер миомы и помнить, что первые два года, может быть, самое опасное время, вот именно для роста миомы, затем уже не так. Доктор Галина, вы сейчас можете сказать заключительное слово, что-то важное, пожалуйста. Если мы говорим про микронизированный прогестерон, то я думаю, что это хорошее замечание, потому что проще для женщин. И я думаю, что это хорошая практика. Что еще могу сказать? Здоровья, богатства, хорошего качества жизни. До всех. Хорошо, спасибо большое. Я думаю, что нам пора заканчивать этот вебинар. И спасибо, я бы хотела сказать спикерам, всей аудитории, за все ваши вопросы. И я надеюсь, что вам было интересно. До свидания всем. Спасибо, Анжелика, за модерацию. Спасибо.